Привет, ваша Ника. Так, написать комментарий. Так, я, к сожалению, не могу написать комментарий почему-то. Так, сейчас немножко подождем, пока у нас соберутся люди. Надеюсь, всем все видно. Кто уже с нами, напишите, пожалуйста, как видно, все ли окей. У меня тут такая конструкция из селфи-палки. Поэтому надеюсь, что всем удобно. Так, свет есть. Что рисуем, есть. И сегодня начинаем наш марафон по рисунку платья. Точнее, марафон по рисунку персонажей из Игры Престолов. Вот, и сегодня мы... Фокуса не хватает. Так, куда нажать сюда, может быть, по центру? Фокусирует? Может, пониже немножко? Ну что? Есть у всех фокус, всем видно, кто-нибудь, отпишитесь. Так. Ну давайте потихоньку начнем. Пока что расскажу про материалы, про то, что мы рисуем сегодня. Рисуем мы платье, в котором была Дейнери с первых сезонах Игры Престолов. Такое очень нежное, женственное. Конечно, есть. Есть. Все. Хорошо. Хорошо. И вот оно у нас на эскизе. Что мы сейчас будем с вами использовать? Мы уже писали материалы, сейчас еще раз их повторим. Это акварельная бумага. У меня самая обычная с мелким зерном. Вот такая. Алая роза. Она бывает с крупным зерном, в принципе, тут без разницы. Какая удобнее. Ой, слушай, а я нажимаю, пытаюсь его поправить и жму по центру. Ну как? Так получше? Вот я жму. Так, небольшие технические моменты. Ищем фокус. А вот так. Все видно? Отлично, лайк поставили. Хорошо. Так, ну надеюсь, что все видно. Пока буду рассказывать про материалы. Акварельная бумага. Акварельные краски. Такие вот самые обычные. Sonnet у меня. Такие уже немного такие заюзанные, что логично, естественно. Простой карандаш. Ластик. Используем. У меня есть кисти. Они совершенно разные, но нам понадобится покрупнее и поменьше кисть. Такая пышная, еще тоненькая для прорисовки деталей. Далее. У нас будут с вами маркеры, которыми мы рисуем кожу. Я про них рассказывала. Это маркеры touch. С мягким концом, с одним и с одним широким концом. Цвет peanut такой потемнее и вот бежевый посветлее. 29 номер и 113. Вот. Очень люблю маркерами рисовать кожу. Это вообще дико удобно. Самое-самое удобное. Потом черный карандаш, которым мы будем выделять тени, делать контуры. Вот здесь вот это видно все. Тоже отличная вещь. Пастельные карандаши использую вот такие, чтобы выделить какие-то блики, сделать более мягким все. Это даже, по-моему, когда будем рисовать, попозже расскажу. Потом можно использовать линер. Так, брусь из кадра. Линер. Такой тонкий тоже. И, в принципе, все. Еще можно будет использовать в конце, мы уже с вами сделаем, белую краску акриловую. И вот такой бронзовый. У меня есть контур, но я его наношу вообще пальцем. Просто так, чтобы все блестело, красиво было и выглядело хорошо. И кому по желанию захочется потом будете рисовать, можно использовать серебряный вот такой маркер или ручку, вообще что угодно. Так. Ну что ж, постепенно у нас люди присоединяются. Тогда мы с вами начнем. Что у нас есть еще для рисунка сегодня? Это наш шаблон. Вот такой шаблон мы подготовили, еще есть другой в векторном варианте. Любой можно использовать, чтобы все очень быстро у нас было оперативно и красиво. Нам этот шаблон с вами нужно будет перенести на бумагу. Можно просто через свет. Вот. У меня есть готовый такой. Вот. Скачиваем и с ним рисуем. Это будет очень удобно и быстро. Такой шаблончик фигуры. Так. Следующий момент. У нас с вами будет час на весь рисунок. Вот. Поэтому будем стараться все успеть и сделаем акцент именно на само платье. на то, как мы рисуем такую полупрозрачную текстуру шифона. Немного шатает стол, заранее извиняюсь. Вот. Надеюсь, что это не помешает сильно. Так что отдельное лицо, детали какие-то. Можем сделать отдельные посты с прорисовкой лица, волос. Что-то такое. Ну и начнем. Все. Я сажусь. Теперь я не вижу, что происходит. И на комментарии обязательно мы ответим либо в конце эфира, либо какой-то пост выделим под это дело все. Так. И вот мы обвели наш шаблон. Чуть-чуть посильнее его дам. Чтобы было получше его видно. Никогда не обвожу фигуру. Прям вот целиком сразу. Полностью вот так карандашом. Прям чтобы он был жирный. Чуть-чуть где-то даю. Такие линии. Да. Еще когда я рисую, я обычно немного отключаюсь. Голова у меня сразу не работает. Я могу замолчать. О чем-то своем поговорить. Вот. Так. Вот у нас есть наша примерная фигурка, на которой мы будем рисовать платье. Я перед собой его поставила. Отдельно можно будет найти либо картинку в интернете, либо мы ее загружали в сторис. И еще там обязательно загрузим в пост. Рисуем платье. Вот у нас наша линия груди. Линия бедер. Колено. У нас у нее платье идет прямо под грудью такими драпировочками. Вот отсюда. Сюда сходится. И лямки под шею. Угу. Угу. Так. Сразу с вами немножко отметим волосы волнистые. Так. Носится кошка. Длинные волосы. Сюда уходят они. Чуть-чуть вперед. Так. Под грудью чуть-чуть пониже у нас тоже идут драпировки сюда в центр. Намечаем сначала общую форму платья. Здесь будет этот кругляшок такой металлический. Тут у нас такие украшения, от которых отходит тоже шифон вниз. И теперь рисуем вот основную линию платья. Поскольку у нас именно идет стилизация, мы можем нарисовать вообще его очень пышным, каким-то интересным, вот по-своему совершенно. Поэтому добавляем сюда складки. И вот такие вот образом рисуем вниз. Вот так вот. Там конкретно на фото не видно, что это именно шифон, и он прям так сильно просвечивает. Но у нас будет именно такой эффект в нашем рисунке. Поэтому внутри тоже чуть-чуть добавляем, как будто бы немножко белья. Так, и теперь еще внешние вот эти вот детали красивые. Ручку доводим сюда. Левую. Вот эту. Так, и теперь декоративные вот эти, знаете, шлейф такой. Просто чуть-чуть его намечаем. Вот. У нас получается перед и задние детали. И теперь прорисовываем драпировки на лифе нашего платья. Кладем драпировки по форме груди. Вот здесь вот у нас получается поменьше такие складочки драпируются. А с краю чуть побольше. Всем привет, кто к нам приходит. Новый. Оставайтесь с нами, рисуйте вместе. Так, немножко покажем тут форму груди. И вот, в принципе, у нас готов лиф. Примерно мы себе здесь все набросали. Так, все, готов наш карандашный набросок. Теперь вооружаемся маркером. Два маркера. Бежевый двадцать девятый номер и сто тринадцатый тачмаркерс. Возьмем сначала тот, который более светлый. Это вот двадцать девятый цвет. И я рисую всегда кожу с основного тона. То есть сначала мы даем основной тон буквально одним слоем широкой стороной маркера. И уже потом добавляем тени. Прям вот так вот ей по лицу. Не страшно, что мы немного там заходим на платье внутрь. Оно у нас шифоновое, чуть-чуть просвечивает. Поэтому сверху все это потом закроется еще контуром, акварелькой. Так, и теперь, чтобы добавить прозрачности, нам нужно показать кожу под самим платьем. Поэтому здесь я ее тоже всю закрашиваю. Все. Основной у нас тон готов. Теперь берем узкую сторону. Это маркер с кисточкой. Очень удобно. Он дает такую плавную линию красивую. И начинаем постепенно давать тени. Затемняем места, где нам это необходимо. То есть всегда я затемняю с внутренней стороны руки, что нам ближе к телу. Плюс здесь мы даем сгиб внутренний. Вожбинку. Одни пальчики в тени чуть-чуть. Добавляем тени под вот этими украшениями. Чуть-чуть подмышку на плечо. Ключицы выделяем. Зона декольте. Обязательно под головой даем тень от подбородка вниз. Немного совершенно на лицо. Просто обозначаем. Очень удобно, кстати, именно маркером сначала давать тени на лице, чтобы потом уже прорисовывать все на нем детали. Так, чуть-чуть под бровями. И вот под линию роста волос. Так же еще затемним вот здесь. Тут прям даем такую тень, как будто бы она идет именно от самой ткани. И даем тень по ногам. Центр оставляем светлым, чтобы там был такой у нас блик. Даем внутри тень. На колени. Выделяем его акцент на таким делаем. Чуть-чуть сбоку. И вот сюда внутрь. Голень. И по центру оставляем светлый блик. Теперь вторая нога. Здесь она у нас согнута. То есть она у нас идет вперед. Тоже здесь по такому же принципу, как и другой ногой. Под коленкой усиливаем. А уже та нога, которая уходит подальше вглубь, ее обычно затемняю всю, потому что она уходит у нас в тень. И ее прям так хорошенько подтемним. Так, вот наш первый этап с кожей. Все. Теперь берем более темный оттенок, который называется арахис. И мягкой кисточкой начинаем еще сильнее выделять наши тени. То есть мы даем тень на ушки. Под носик чуть-чуть. Так, лицо. И сначала маркеры кажутся такими очень темными, насыщенными, но потом со временем они подсыхают и цвет становится более таким мягким. Переход более плавный. Так. Выделяем ключицы. Вот, сразу приобретается совсем другой контур. Выделяем под платьем, здесь вот под лямками даем обязательно тень. Ну, в принципе, по той же схеме, что мы делали первым маркером, но просто еще сильнее все это усиливаем. По внутреннему контуру руки опять проходимся. Уделяем пальцы, которые у нас сзади там в тени. И чуть-чуть можно сюда тоже контур добавить. Опять идем по ногам. Ой, извиняюсь. Так, идем по ногам. Опять внешний контур делаем более темный. Выделяем у нас коленку. Так прям посильнее можно ее выделить. И вот сюда вниз тень. И тут еще чуть-чуть можно добавить. Так вот, готова наша кожа. И теперь можно уже приступать к рисунку самого платья. Сейчас чуть-чуть на лице буквально. Я привыкла лицо рисовать, нагинаться прямо к самому листу. И сейчас так непривычно издалека на него смотреть. Так, все. Все. Теперь приступаем к платью. Берем акварель. У меня есть такие еще маленькие палитры, на которых я смешиваю краску. Можно, в принципе, использовать какую-нибудь тарелочку маленькую. Но мне удобно именно на бумаге. Сразу вижу, какой цвет получается. Кисть большую сначала. Потому что мы пойдем от общего к частному. Сначала заливаем, можно сказать, такой фон платья. Наводим. И потом постепенно будем выделять, выделять, выделять детали, тени. И будем брать более маленькую кисточку. Платье у нас там такого грязно-серого-бурмалинового цвета. Вот. И для этого поэтому я смешиваю черный. Сначала начнем немножко розового, голубого и черного цвета. Все это вместе смешиваем. И получается такой немножко фиолетовый-серый. Такой с отливом. Вот. А как раз вот много розового. Побольше голубого. Вот. Сюда нужно побольше черного, чтобы получился такой он грязноватый-грязноватый. И много-много воды. То есть общий тон у нас такой достаточно светлый будет. Ура! У нас 23 человека! Юху! Набираем много воды на кисть. Так. Еще чуть-чуть черного, чтобы он был такой более серый. Берем водичку. И прям густенько начинаем. Ну, ладно, не густенько, но начинаем прям с заливки основного тона. Вот. Еще акварельная бумага. Вообще акварель это капризная штука, поэтому если ели бутерброды с колбасой перед рисунком, обязательно потом помыть руки. Иначе оставляют жирные следы и краска на это место не ложится. Она будет таким пятнышком беленьким. Так. Заливаем прям не боимся все. Внизу можно чуть-чуть оставлять такие вот хвостики, потому что у нас полупрозрачная текстура ткани. И где-то просто берем, смачиваем кисть в воде и прям вот разводим наш край, чтобы получился градиент к светлому цвету. Так вот, это у нас основной наш тон. Отсюда немножко можно убрать. Еще если где-нибудь оставили какое-нибудь пятнышко, можно высушить кисть, чтобы она была сухая, и к этому месту приложить. Тогда лишний тон съестся кисточкой и все будет посветлее гораздо. Так. И теперь делаем наши детали сзади. Более светлыми их делаем. Такими полупрозрачными они у нас разлетаются в стороны. Буквально чуть-чуть им даем такой сиреневый тон. Здесь. Что тут такое? Здесь. Что тут такое? Да, всем привет, кто с нами сейчас. Появился новый. Рисуем с вами платье Дейенерис. У нас будет шифон и полупрозрачная текстура шифона, которую потом эту технологию можно использовать в своих эскизах. Эскизах всяких разных. Так. Вот сейчас немножко краска подсохнет. Прям буквально чуть-чуть. И мы начнем делать уже углублять цвет. Делать такие всякие тенюшки, складочки. А пока прорисуем с вами лямки. Наловожу немножко цвета побольше. И даю... Нет, чуть-чуть голубого. И даю этот тон на лямке. Ох, я толстой кистью. Решила, что я все могу. Хоп. И декоративные наши детали, украшения на руках тоже. Немножко подрисуем. Так. Давайте пока подсыхает платье, добавим немножко волос цвета. Тоже берем чуть-чуть черного, сильно-сильно разводим. Черный с голубым можно, чтобы был такой холодно-холодный серый оттенок. Вот прям такой светлый-светлый он должен быть. Вот. И начнем с вами чуть-чуть давать объем волосам. Этот светло-серый оттенок мы накладываем именно туда, где будут у нас тени. Где блики, там оставляем их белыми, потому что у нее в жизни волосы очень светлые-белые, да, практически. Вот. И мы поиграем с таким объемом. Потом контур можно будет добавить при желании линером, карандашом черным. Вот. Добавляем больше теней именно внутрь объема волос. Вот сюда. И чуть-чуть тут так акцент. С другой стороны. Тут можно внутри не бояться, что он такой темный, потому что здесь у нас основной тень. Угу. 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 Ну вот, такой объем получился. Так, как там платье. Ну, чуть-чуть подсохло. В принципе, можно начать. Угу. Пока еще берем все ту же кисть. Опять наводим наш цвет. Чуть-чуть потемнее его сделаем с вами. Такой серый. Так. И добавим теперь теней. Давайте вот сюда. Такими складочками. постепенно сводим на нет темный цвет сюда вниз делаем его более светлым так чуть-чуть добавили на платье и чуть-чуть добавим еще на сам лиф основные тени у нас будут к центру там где у нас больше всего больше плотность драпировки так жирненько можно сделать и еще тени сбоку чуть-чуть вот это такой вот основной тоже тон где потом мы будем добавлять еще более темные тени тонкой кистью так и этой же кистью чуть-чуть назад сделаем тенюшки так что там пишет подружиться говорили да но с ней можно подружиться но тем она и классная то что может быть совершенно неожиданно какой-то эффект от акварели от того как смешиваются цвета как они могут растекаться по листу бумажки так ну давайте чуть-чуть подождем чтобы подсохла вот я пока могу посмотреть может быть какие-то есть вопросы у меня тут селфи палкой немножко мешает ответом вот но давайте буду смотреть если какой-то вопрос так фокус вернись на место вот возвращается вот пока подсыхает акварель давайте с вами немножко поболтаем спросите что-нибудь вот мокрые где места там она сохнет еще очень удобно всегда при себе иметь такую тряпочку чтобы вытирать кисть потому что например лишняя влага уже нам не нужно мы берем весь эфир нет не пропустили не пропустили мы еще только начали можно сказать дорисуем платье с шифоновой текстурой вот сделали пока заливку кожи основной цвет такой светло-светло-серый у нас сейчас немножко подсыхает акварель и будем тонкой кистью делать тени ну как раз давайте и начнем делать кожу акварелью можно конечно вот для того чтобы получить цвет кожи акварельный я обычно смешиваю немного розового или красного рыжий или охристый цвет и чуть-чуть добавляем черного цвета чтобы он был не такой вот насыщенный рыжий до такой приглушенный и много-много воды и получается такой светлый бежеватый цвет отдельно можем сделать как раз пост с прорисовкой кожи именно акварелью вообще рисовать можно всем вообще всем чем угодно вот мы даем такие примеры чтобы было нам всем интересно так возвращаемся к платью берем опять делаем наш цвет голубой немножко розового и черного такое навели тут грузику разбавляем водой вот и теперь так вот так ну да еще не совсем конечно высохло но в условиях эфира который час у нас длится добавляем можно прям даже потемнее наверное так оп сейчас еще будет меня лайфхак которыми я пользуюсь и сразу удобнее рисовать другие складки но кто сказал что нельзя в принципе добавляем с этой стороны нужно чуть-чуть вниз еще уходить по контур давать складочку так немного также еще добавим вот сюда тени подлив по центру вот обычно хорошо дождаться чтобы именно высох основной тон чтобы потом складки были более графичные более четкие по контуру чуть-чуть так и давайте налив уже налив добавляем темненького сюда отсюда вот уже прорисовываются складки видно их становится хорошо переворачиваю ну вот вот теперь уже теперь уже лист такой стал более сочный чуть-чуть добавляем тени вот сюда еще прям усиливаем нашу лямку потом сюда выделяем еще украшение так и нужно еще вот здесь добавить больше детальности это кошка у нас там прыгает номер кисти так номер кисти который сейчас рисую это синтетика номер кисти 0 4 куплена на в леонардо Если нужна номер толстой еще кисточки, которую рисовала, то это 7, это белка. Очень старая уже кисть, не помню даже, где она была куплена. Вот тут. Время от эфира как-то неумолимо быстро идет, на самом деле. Очень быстро. Но акварель штука такая, нужно ей дать высохнуть. Так, в центру. Так, хочется мне взять опять толстую кисточку, чтобы вниз сделать более такие широкие тени. Так, оп, сюда. И сзади. Очень хочется идти, кошка. Так, сюда добавили, сюда добавили. И еще немножко по низу вот здесь вот. Такую темную складку. Вот сюда вглубь. Еще тоже тени добавляем в складки. Именно внутрь есть как бы, да, гребень складки, я называю. Здесь у нас блик. И вот сзади, чуть подальше уже, чтобы был объем, добавляем тень туда. Так, и сюда. Так, ну теперь нам нужно точно ждать, потому что следующим нашим этапом будет уже работа с карандашами. И пока чуть-чуть подсохнет, покажу, где мы ее используем, если вдруг сейчас у нас время закончится. Берем черный карандаш, и мы обычно делаем тени и контуры. То есть мы еще больше усиливаем те тени, которые у нас есть. У меня где-то лежат акварельные краски, им лет 15, они портятся. Вообще они достаточно долго хранятся, вот, 15 лет, не знаю, как там с ними, но надо попробовать, надо попробовать. Вот, на моем уже, я думаю, лет так, 15, на 4 точно, 3-4 года им. У вас профессиональная акварель. Не могу сказать, что Сонет это суперпрофессиональная, рисовать сейчас у нас можно вообще любой. Сонет, сейчас где у меня была? Вот она. Должна сказать, скорее, непрофессиональная. Сонет недорогая фирма. Вот, куплена тоже она была в Леонардо. Здесь немного цветов. Вот, для скетчинга она, на самом деле, подходит, чтобы покупать там акварель за, не знаю, 5 тысяч. Ну, зачем? Это тоже очень неплохо ложится, она яркая. И, кстати, не быстро расходуется у меня она. Так, и черный карандаш. Вот, я не знаю, успеет ли высохнуть именно рисунок, но сейчас покажу. Вот здесь, где у нас темные тени, мы сюда в них добавляем, еще углубляем тени, рисуем, да. Выделяем складки. Выделяем, также я кожу люблю выделять черным карандашом. Именно делать какие-то акценты, не полностью прям вот так вот выделять контур, а акценты на плечах, на руках, на локтях. Так, рисунок сразу становится таким более живым, это такая певучая линия, живая, вот она прям идет по рисунку. Выделяем, также у нас все платье, контур платья по низу, тоже где-то у меня прям акцент на сильно, вот, выделено, а где-то чуть-чуть я еще добавляю в тени, когда я делаю такие маленькие штрихи. Вот. Плюс еще тоже акварельной бумаги и карандаша, вот такого мелкого зерна, то, что можно положить карандаш на ребро и сделать такую широкую, как бы, заливку тени. Это очень удобно и очень быстро. Так. Значит, у нас следующая работа должна быть черным карандашом. Пока еще чуть-чуть подсыхает, буду стараться очень быстро-быстро делать все. И быстренько расскажу, что идет дальше. Это пастельные карандаши. Такие тоже Леонардо, Дервент, фирма Ода. Ими очень круто делать тени и еще сглаживать контур самой тени, например. То есть у нас есть складка очень темная и дальше светлая, и чтобы сделать фактуру такую более мягкой, мы прям по контуру этой складки можем пройтись. Вот. Так очень хороший эффект дает, если мы рисуем какую-то матовую кожу, если мы рисуем шифон, органзу, такие вот ткани с мягким каким-то блеском. Очень круто также это работает, если рисуем атлас. Такой ликбез у нас по текстурам, по рисунку текстур. Вот. Здесь конкретно можно увидеть, что вот здесь у меня лежит белый карандаш. Вот его прям видно хорошо. У меня. Кроме на видео не знаю. Вот. Также им мы даем еще блики на коже. Потом уже, когда доводим рисунок до конца, блики на коже мы кладем обычно куда? На скулы. Вот все то же самое, как у нас сейчас модно в инстаграме делать контуринг лица, скулы, нос, подбородок. Сразу лицо оживает на рисунке. Блики на коже. Вот это вообще неизменимая вещь для этого. Так. Ну как-то там, дружок. Подсохнет? Да, подсох. Чуть-чуть. Отлично. Все, вооружаемся черным карандашом нашим. И начнем с того, что я его поточу. Вот. Контур по телу круто сделать именно таким хорошо заточенным черным карандашом. Так. Начинаем. Даем обводку. Обводку можно сделать, в принципе, линером, можно простым карандашом. Линером она получается такая более аккуратная, что ли, наверное, более такая точная. Но мне не всегда нравится этот эффект. Люблю именно мягкость, которую дает карандаш. Им можно, помимо того, что сделать обводку, сразу добавить тень куда-нибудь. То есть можно убить всех зайцев. Так. Выделяем ключицы. Ключицы у нас переходят в плечо. Тоже на плечи чуть-чуть. Сейчас, чтобы не запачкать своей лапкой все. Так. Вот. Таю линию здесь пожирнее, сюда идем потоньше. Чуть-чуть тут пожирнее. С этой стороны потоньше. Так, с другой стороны. Так, теперь ноги. Несмотря на то, что они у нас как бы за тканью, там внутри все равно небольшой контур я им даю. Мне вот нравится, когда видно чуть-чуть. Не везде, даже не так везде, как вот здесь сверху, на плечевом поясе, а именно на какие-то акцентные выделяющиеся детали. Там вот коленка. Выделим ее чуть-чуть. Немножко погоня линию. Чуть-чуть прям вот на выступающие объемные места можно. Здесь на щиколотке. Все, у нас будет босиком. Уехала на лошадь. Так, и с этой стороны коленку. Все. Вот, чуть-чуть у нас ногу видно. И хорошо. Так, лицо сделаем чуть попозже, но чуть-чуть на волосы можно сейчас дать. Так, подскажите поближе фломастера, название в Леонардо можно купить. Так, с другой стороны, вот такой тонкий. Он дает именно такую линию, как кисть, маркер кисть. Вот. Они бывают разные, то есть, видим, можем сделать тонкую, можно толстую. Вот, хорошо смешиваются между собой. И купить их можно, да, в Леонардо. Я покупала там. Есть еще магазин Лофт, есть еще арт-квартал, красный карандаш. Вообще практически везде есть. Так, дальше быстро продолжаем. Теперь платье. Добавляем чуть-чуть черного. По контуру тоже. Тоже где-то потоньше линию, где-то потоньше, потоньше, потолще. Усилим, все, совсем заболталось. Вот, выделяем прям нашу эту деталь. Вот так. За счет того, что линия такая вот, она прерывистая, появляется дополнительно еще воздушность. Мы показываем, что это у нас именно там шифон, какая-то легкая ткань. Сохраним обязательно. Главное, мне не напутать, куда там нужно нажать. Такой дебютный эфир. Страшная жуть. Вот, но ничего. Главное, чтобы сохранилось действительно. Так. Вот здесь тоже выделяем контур. Ага, не видно было. Вот видно теперь. Наша тканюшка. Так, теперь переходим к самому платью. Прямо здесь уже можно прям сильно так черненьким выделять тени. Так, у меня трясется телефон. Извиняюсь. Не самый лучший стол из Хоффа. Белый. Так, идем по контуру платья. Чуть-чуть в лямки. Контур, контур, контур. Вот. И сюда тоже. Не страшно, что мы нашу кругленькую эту штучку почти закрасили. Все. Что у нас будет еще белая краска. Так. Вот. Делали лифт. Такой более темный. Теперь складки. Идем вниз. Тоже можно уже посильнее давить прям. Где-то чуть-чуть даем общую такую тень. И чуть-чуть вот здесь еще добавим. Тоже по контуру складок. Так. Делали лифт. 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 так вот такая штука у нас получается на самом деле черным карандашом я могу сидеть вообще минут 30 пока каждую там тенюшку прорисую у нас такой экспресс за час так немножко сюда и вот сюда еще добавим темную тенюшку темно тенюшку у меня разнообразный словарный запас так вот теперь наконец-то приступаем к нашему белому карандашу пастельному и добавляем его сюда его прям сразу видно он дает блики вот да еще один момент белый пастельный карандаш не ляжет на черный карандаш вот я его здесь потом провела в тенях и хочу положить и не как чуть-чуть только дает какой-то цвет поэтому мы сразу заранее смотрим где у нас должны быть тени где должны быть какие-то блики вот и на это ориентируемся можно также вот например здесь смягчить чуть-чуть линию можно добавить плечок на темном конечно его лучше гораздо видно поэтому вот сюда мы и у нас темно прям поверх ног добавляем еще такую вот он создает очень классно именно текстуру шифона то есть где-то у нас не будет видно но получается вот мы перекрываем их где-то можно вот так прям пальцем чуть-чуть пройтись смягчить еще линии бликов и вот сюда чуть-чуть ну для таких светных больше участков сейчас будем использовать сами белую краску именно так и сюда в блики тоже добавляем немножко сюда так ой еще немножко подточим давайте еще нанесем на плечи вот это такой эффект, который виден на самом деле только у меня сейчас здесь я прям вижу, что у меня выделяются бликами плечи и это можно добавить везде на коже на обувь груди, например, можно добавить блики давайте теперь быстренько перейдем к акриловой краске, до времени все меньше и меньше берем тонкую кисть тонкая кисть, где-то ага, она на полу акриловая краска самая обычная вот художественная тоже куплена в Леонардо почему я там все покупаю, потому что он у меня укул думал мне всегда ближе всего идти так, втираем кисточку насколько это у нас чистое-чистое отлично в акрил, как мы все знаем, вода особо не нужна поэтому начнем, берем и тонкую кисточку сейчас сделаем в блики прям по тем же местам, где у нас был пастельный карандаш чуть-чуть можно провести везде вот, теперь у нас еще больше появляется объем аж замерла ответственный процесс так теперь еще вот на эти складки чуть сюда где-то пошире даем сразу прям линию такую вот здесь прям сразу можно так выводить широко так, чуть-чуть сюда так, и теперь уже пошире можно красить прямо вот здесь посильнее, например, можно дать она чуть-чуть, белая краска перекроет сам контур будет еще более воздушный он такой так, дадим по складкам вот сюда и вот так ее пальцем так на коленке чуть-чуть сюда вниз иногда я прям так, пожалуйста, послушайте список принадлежностей хорошо, все распишем а, да, мы расписали уже ну, на всякий случай можем еще мне не жалко еще раз так по контуру даем белую красочку опять и вот здесь еще чуть-чуть теперь вот сюда так, у меня выскочила кисть от натуги, от старания у меня есть еще одна вот она так, это двойка живописной кисти синтетика так, и теперь еще доведем белую краску вот здесь еще белую краску я использовала у нее на волосах кстати говоря, здесь у меня был такой жесткий контур и мне хотелось его смягчить и поэтому сверху акрилом по контуру я прям прошлась и она стала такая мягкая так Катя, а когда у нас заканчивается эфира то я боюсь, что я сейчас буду говорить-говорить-говорить а он выйдет возьмет и закончится вот, мы в принципе почти доделали естественно, здесь еще работа должна пойти над волосами над лицом который я могу записать отдельно и потом мы выложим и также я очень люблю использовать линер доводить, делать какие-нибудь детали штришки всякие маленькие какие-нибудь декоративные завитульки вот вот получается такая объемная дейнерис у нас чуть-чуть все-таки пошире здесь добавлю вот, потом по черному акрилу, если что, можно пройтись карандашом, маркером, чем, например, здесь там широко сделали и хотим это убрать теперь возьмем с вами бронзовый контур просто пальцем можно добавить где-то, где-то вот сюда можно чуть-чуть блеска его не сильно видно, конечно, но мне нравится добавлять какие-то такие штучки почему бы и нет вот сюда внутрь, где тень сейчас нужно, наверное, сильно видно я прям побольше взяла, погуще сюда, вот сюда и можно тоже в темные складки какие-то добавить вот, например еще у меня есть серебряная ручка ей мы сейчас тоже воспользуемся сюда еще добавим поверху и причем этот акриловый контур, он очень прикольно так ложится полупрозрачно если его именно пальцем накладывать или каким-то нежирным слоем сюда еще так, и вот мы получаем, у нас так немножко там блеск появляется вот его видно чуть-чуть так, давайте все-таки возьмем ручку ты пишешь у меня, подруга пишет отлично так, и добавляем вот сюда блестяшки можно прям обвести наши детали здесь украшения добавить вообще даже немножко на контур это же скинчинг, можно вообще все что угодно немножко добавить по лямкам блеска прям такие маленькие блики так, и о чем я говорила про линер осталось 43-42 секунды о чем я говорила про линер быстро-быстро я люблю делать такие всякие декоративные завитушки например, там я что-то нарисовала и вот так вот как-нибудь неровно обвести добавить может быть вот такую вот какую-нибудь такую легкую тушельку и что-то сюда такое ну то есть это добавляет такой живости всегда рисунок то есть вот тут, например вот так сделать так, еще раз выходим в прямой эфир договорю про линера доведем с вами волосы тук-тук выходим в прямой эфир снова вот у нас тот закончился немного не довели поэтому сейчас хотелось бы договорить за линер добить немножко наш рисунок дорисовать волосы доделать ей лицо будем стараться это сделать быстро возвращайтесь все, кто был с нами всем привет так, а говорили мы про линер то есть что им можно добавлять такие разные декоративные интересные детали, завитушки то есть у нас был просто контур а мы добавляем линером это вот микром 01 такие тонкие линии декоративные им можно немножко где-то где нужно сделать контур вот так он дает как бы такой здесь у нас спереди более четкие более жирные линии да, а сзади линером мы добавляем более тонкие у нас такой создается эффект перспективы и платье прям тоже сразу играет по низу тоже добавляем такие завитушки декоративные вот сзади вот еще тут тоже немножко прорисовываем ей сандалии, туфельки всем снова здравствуйте так, немножко дадим еще акцент на руки прям чуть-чуть прорисовываем линером все это так, еще линером можно сделать тонкие какие-то тени такие темные-темные прям выделить контур чтобы его было хорошо видно здесь наша эта деталь выделяем ее идем по контуру платья тоже выделяем вот и тут можно сделать еще вот тут дополнительную лямку выделить тень такую так, рисуем наше платье из шифона вот она у нас такая просвечивающая прозрачная текстура вот его видно здесь акцентируем складочки линером черным чуть-чуть посильнее где у нас там были какие-то лишние пятнышки белые выделяем также лиф кстати, не везде линера ложится на краску если что чтобы вы знали вот, и не везде также линер будет лежать хорошо на карандаше вот я так попортила много линеров на самом деле так здесь тоже выделяем нашу детальку вот эту посильнее здесь сверху так в принципе у нас есть еще час я могу опять немножко воспользоваться черным карандашом и вот немного приглушить где-то какие-то места которые например там не совсем не нравится вот где много белого черным карандашом еще можно добавить тени именно на фигуру да, первый уже эфир сохранен этот сейчас мы тоже обязательно сохраним вот все будет доступно к просмотру чуть-чуть тени здесь есть такой момент что черный карандаш могут иногда так грязнить как бы, да, фигуру все поэтому иногда для теней я вообще использую обычный простой карандаш вот немного им даю какие-то штришки такие вот куда мне это нужно но зато черный карандаш можно пальцем размазать а серый тоже в принципе все такое так давайте еще черным карандашом тоже немного выделим контур платья сзади вот здесь мне немножко его не хватает вот тут прям хочется так чуть-чуть его посильнее дать вот вот так с этой стороны тоже поярче чуть-чуть чуть-чуть еще немножко поярче добавим на плечи и давайте еще пройдемся по контуру вот здесь по центру на талии тоже его поярче выделим выделим так немножко тени еще вот сюда прям штрихуем вот так сверху чуть-чуть вот сюда и с этой стороны тоже делаем складку более явную вот так вот уже у нас такое достаточно объемное платье получилось то есть мы видим какие-то блики мы видим тени мы видим также у нас просвечиваются через текстуру ноги ой спасибо замечательно очень рад что нравится и рад что это полезно что надеюсь все понятно именно по тому как мы накладываем слои друг за другом из материалов то есть сначала идем общий тон какой-то и потом постепенно он так как конструктор собирается маленькими дополнять с деталями можно чуть-чуть еще притушить вот здесь сделать потемнее подштриховать и давайте еще вот здесь тоже добавим чуть-чуть темнее блики можно также добавлять белой гелевой ручкой например тоже хорошо вот но именно в акриле удобно то что можно делать такие широкие мазки кистью вот например там как здесь на коленях так так теперь давайте перейдем к волосам к лицу сейчас буду сильно нагибаться надеюсь что не прикрою обзор головой так сначала лицо лицо выделяем так чтобы не запачкать кладу вот так под руку видно видно выделяем начинаем с бровей я очень люблю делать сначала такой основной тон именно карандашом и вообще брови рисовать карандашом все карандашом простым потом уже если мне это будет нужно то маркером можно добавить цвета к ним так сразу добавляю опять же простым карандашом тени контур глаз такой такой чуть-чуть еще по волосам идем детали прорисовываем так носик прямо этим же карандашом тоже сразу тень конечно акварельной бумаги такая вот миниатюрная маленькая работа она сразу съедается за счет того что спасибо съедается за счет того что на бумаге имеется текстура вот поэтому немножко расходится так подотрем ей нос добавляем простым карандашом тень сюда и тоже пока еще детали некоторые на волосы так вот первые наброски скажем так сделали мне очень нравится в принципе все лицо рисовать карандашами я могу сделать ей тень вот здесь на губе или маркером добавить потом усилить тени так берем бежевый наш маркер и усиливаем тени именно на лице накладываем сюда около носа тени на лбу и на веках здесь потом скулы губы выделяем выделяем да именно рисунок лица маркерами очень похож на скульптурирование текстурирование то что делается именно в макияже выделяем губы текстурирование и еще с этой стороны туши вот в принципе тени у нас готовы губы видно все видно так теперь чуть-чуть поднимем фокус есть и можно взять черным карандашом сделать детали на волосах более видные выделяем контур выделяем какие-то отдельные прядки завитушки наши холнистые можно использовать еще серые маркеров чтобы добавить теней вот сюда как раз у меня есть здесь рядом лежит вот его мы сейчас и возьмем так добавляем вот сюда тени выделяем прям тени вот чем ближе сюда тем объемнее будут казаться волосы именно если мы изнутри делаем тенюшки и чуть-чуть около ушку там где они у нас заложены за ухо так вот вот так так и теперь черным же карандашом еще немножко подточу будем доделывать лицо выделяем брови черным карандашом прям все как на своем лице практически так раз бровь два бровь и точно так же как в жизни всегда одна получается бровь красотка а вторая как будто что-то пошло не так в какой-то момент так есть выделяем глаза вот всегда выделяю внешний кончик глаза вот он да то есть здесь у нас какой-то там ресницы тени и и внутренний прям чуть-чуть буквально можно такую точку поставить вот так теперь делаем еще тени вверх сюда черным карандашом по веку такую округлую тень даем теперь немножко по носику буквально полосочку такую проведем чуть-чуть усилим губы и внизу под губами тоже даем тень еще немножко тень посильнее даем под подбородком так ну и конечно без глаз мы ее не оставим без зрачков аккуратно добавляем кругляшок наш здесь даже наверное будет удобнее добавлять зрачок линером чтобы была более четкая линия вот ну в принципе все сейчас найдем линер и вот как раз о чем я говорила четкая линия если она проведется он подсох у меня к сожалению не сох не друг вот наш зрачок можно потом белым белой краской добавить блик глаз примерно вот так теперь еще немножко можно пройтись линером по волосам добавить ей такие отдельные волосы детальки чуть-чуть сюда еще усилим тоже детали вот в принципе все практически закончили рисунок можно бесконечно изгаляться и добавлять какие-то блики тени я могу с этим переборщить иногда увлекусь и сижу целый день вот так что сглаживаем немножко линию волос белым марки ой белый пастельным карандашом какие-то такие мягкие блики можно добавить или растушевать что-то например вот и так же можно белой акварелью добавить еще бликов на волосы на лицо можно еще серебро пустить чуть-чуть тоже и волосы там нарисовать какие-нибудь сережечки украшения вот все что захочется сделать вот ну вот так можно сказать закончили все обязательно сейчас сохраним два эфира один вот как раз в час и другой покороче вот получается наши две девочки здесь как раз сверху на второй можно вот так вот покажу больше деталей и добавлю еще немножко сиреневого цвета ну вот захотелось и добавилось вот так что мы закончили сейчас все будем ждать ваших рисунков обязательно в инстаграме отмечайтесь ставьте хэштег отмечайте fashion vector design вот спасибо что были в эфире спасибо что посмотрели его сейчас где-нибудь отдельно вот и время обязательно будет на то чтобы нарисовать времени хватит вот так что желаю вам всем удачи спасибо большое ой спасибо любовь так вот такая у нас дейенерис с фигурой с фигурой шифона все с текстурой шифона вот ну все тогда отключаю сохраняю эфир и все до новых встреч